Первой точкой рабочей поездки министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева стал животноводческий комплекс «Агронептун». Здесь содержится свыше 2000 голов, 1200 из которых ежедневно производят до 40 тонн молока. Сколько раз в день корова питается и как себя чувствует, можно отследить через смартфон или планшет с помощью акустического датчика, который прикреплен на шею животного. Это не единственная гордость комплекса. Современные технологии отражены и в заборе молока. Это доильный зал промышленного типа 90Ай-Глобал. То есть он интеллектуальный, это сердце нашего комплекса. В нем работают три оператора в смену. И эти три оператора трижды в сутки доят 1200 голов. То есть вы можете представить, что через них прошли 3600 голов. Дмитрий Патрушев по достоинству оценил работу животноводческого комплекса. Министр сравнил систему оборудования с той, которая используется в Саудовской Аравии. Однако есть к чему стремиться. В планах открыть новый филиал. Тем самым увеличить не только поголовье, но и заработную плату сотрудников. При условии федеральной поддержки задача реальна. На строительство требуется 4,6 миллиарда. При запуске нового комплекса надой молока будет увеличить сейчас 14 тысяч плюс 45 тысяч тонн. При этом срок реализации к концу 2023 года. Дальнейшее молоко направляется на переработку в сельскохозяйственный кооператив «Станичный». Здесь представлен полный спектр продукции. От сыров до хлебобулочных изделий. Сейчас прибыль составляет 12 миллионов в год. В планах повысить цифру до 15. Занятость в сельскохозяйственных производственных кооперативах растет из года в год. Мы на сегодняшний день уже видим, что у нас обеспечено занятостью 11 тысяч населения, которые входят именно в сельскохозяйственные производственные кооперативы. Также видим, что у нас и в крестьянских фермерских хозяйствах тоже занятость растет. И в целом мы уже на сегодняшний день насчитываем 925 фермерских хозяйств на территории нашего региона. Дмитрий Патрушев помимо осмотра предприятий познакомился с местными жителями. Семья Швецовов переехала в Троицкий Сунгур из села Сурская из-за сложностей с трудоустройством. Здесь же глава семьи Алексей работает в животноводческом комплексе. Кроме того, смог получить благоустроенный дом. С 2015 по 2020 года с целью закрепления кадров на селе было построено пять таких домов. Мы переехали, потому что там в связи с трудно устроиться на работу, там практически ее нет. То есть здесь развивается все, сами видели, все строится. То есть здесь привлекают людей. У нас еще будет строиться комплекс на три с половиной тысячи только дойного. Места отдыха в селе Троицкий Сунгур достойны внимания не только местных жителей, но и федеральных гостей. Осмотр площади духовности начался с общения с молодыми казаками. А после министру рассказали о перспективах развития. Проект по благоустройству реализуется по инициативе молодежи села по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Еще в прошлом году здесь был овраг, сейчас территория почти готова. В скором времени здесь появится полноценная набережная, водные горки и фонтаны. Местные жители охотно присоединяются к движению казачества, которое развивается в селе. Они для себя определили. Конечно, это духовно-нравственное воспитание, это крепкая экономика, физическое развитие. И хотелось бы также отметить, что у нас очень много хороших людей, наверное, в каждой деревне найдется, в каждом населенном пункте, в каждом районе. В планах на будущее сделать так, чтобы красоты края увидело как можно больше гостей. Для этого введена концепция по развитию агротуризма. Территория для отдыха расположится рядом с конно-спортивным манежем. Здесь сейчас занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня мы хотим познакомить всю страну с нашим достижением, с нашим успехом. Сегодня, наверное, министр даст оценку, конечно, как мы работали. Самое главное то, что вы видели сегодня очень прекрасные места. И хотелось бы, чтобы эти места видели. Очень много людей. Мы прекрасные все люди и должны любить свою родину. Дмитрий Патрушев по итогам рабочей поездки назвал Троицкий Сунгур примером для содержания сел. Однако Алексей Русских отметил, что, к сожалению, не все поселения отвечают высоким требованиям. Консолидировав региональные и федеральные силы, можно будет достичь главную цель – улучшить качество жизни людей. Министр взял ситуацию под личный контроль. Он подтвердил, что министерство сельского хозяйства будет и дальше оказывать нам всеобъемную поддержку. Проговорили по программе развития сельских территорий. Порядка 450 заявок мы ему оставили. Там общая сумма около 1,6 млрд. Также удалось заручиться федеральной поддержкой в вопросе мелиорации, улучшения плодородности земли. На эти цели в следующем году будет выделено порядка 150 млн. рублей. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ из Новоспасского района.